В одном византийском городе В воскресный день, когда весь город собрался на божественную литургию, епископ вышел перед народом, снял с себя амафор, знак епископского достоинства, и сказал «Не могу больше быть вашим епископом, ибо я впал в блуд». Сначала воцарилось молчание, а потом по всему храму раздались рыдания. Люди стояли и плакали, епископ тоже плакал, опустив голову перед своими прихожанами. Наконец люди немного успокоились и сказали «Что ж теперь делать? Мы все равно тебя любим, поэтому облачайся и служи литургию. Ты остаешься для нас епископом и пастырем». На это епископ ответил «Благодарю вас за великодушные слова, но я действительно не могу больше быть епископом. По уставам святых отцов, епископ, который согрешил таким грехом, не достоин приступать к совершению божественной литургии». Народ отвечал ему «Мы не знаем всех ваших уставов, наверное, они очень правильные и важные, но мы полюбили тебя за те годы, которые ты служишь в нашем городе. Всякое бывает в жизни. Надевай свое облачение и служи, мы тебя прощаем». Епископ горько усмехнулся «Вы-то простили меня, но ни сам я себя никогда не прощу, ни церковь меня не простит. Нет мне оправдания перед Богом, поэтому расступитесь, я пойду в пустыню плакать и каяться о своих грехах». Однако народ только плотнее сомкнулся и не дозволил епископу даже сойти с Амвона. «Нет», — настаивали люди. «Ты наш епископ, облачайся и служи». Так продолжалось до позднего вечера. Народ был непреклонен, и несчастный епископ не знал, что ему делать. Поняв, наконец, что люди его не отпустят, он сказал «Ну что ж, быть по-вашему, но останусь я только при одном условии. Сейчас вы все выйдете из храма, а я лягу на паперти, и каждый из вас вернется, попирая меня ногами, чтобы все знали, какой я грешник и чего стою». «Теперь уже епископ не поддавался на уговоры, и народ вынужден был смириться. Все покинули храм, а епископ лег на пороге, и каждый из его прихожан от старого до малого с ужасом, а многие со слезами, вошли в церковь, попирая архиерея ногами». И вот когда последний горожанин оказался внутри храма, все услышали глаз с неба «Многого ради смирения прощается ему грех его». И подьяконы облачили епископа в священные одежды, и он служил божественную литургию. Продолжение следует...